Подступаться к разговору о любви, с претензией что-то сформулировать, вывести какие-то закономерности и правила, не очень-то хочется, потому что это что-то тонкое, что-то лиричное, романтичное, нюансное, и потом уж очень это все субъективно. У каждого свои представления, у каждого свой опыт. Вот, очень субъективно представление, когда кто-то смотрит на какую-то пару, один скажет, смотри, как они грызутся, живут как кошка-собакой, а другой про эту же пару скажет, милые дерутся, только тешатся, и пойди договорись. И вот неожиданно оказывается, что именно в нашей с вами субъективности обнаруживается такое представление о любви, в котором все люди точно одинаково сходятся. независимо от пола, от этнической принадлежности, от жизненного опыта, есть такое представление о любви, которое все понимают одинаково. «Если очень по-разному люди смотрят на любовь к детям, очень по-разному смотрят на любовь к женщине или к мужчине, то как, по-вашему, на любовь к кому все смотрят одинаково?» И вот это мы с вами можем вполне закономерно считать объективным, то есть всем одинаково присущим представлением о любви. И вот именно это чувство, а главное, эту поведенческую позицию мы с вами дальше будем называть любовью. Давайте ее опишем. По понятным причинам я ее опишу от мужского лица, хотя в этом мы с вами, девушками, до поры, до времени, до определенного момента вполне симметично. Итак, когда мне… Ну, друзья, я надеюсь, вы меня не заподозрите в излишнюю такую интимную откровенность, это собирательное я, а не я лично, хотя, как честный человек, я не вправе вполне отмеживаться от этого максималистского представления, когда мне точно понятно, что она какая-то она не видит, когда она возникает откуда угодно, когда мне очень надо, как это точно, что так красиво было спетано, и девается куда хочет, когда мне и так хорошо, когда она мне не очень-то нужна. И это когда она при встрече начинает меня выспрашивать, дает мне выговариваться, представляет себе, что стоит за моими словами, не просто слушать и подать, а прямо представляет, как это у меня было, а что ты, а что он, а что ты, а что он. А своими обстоятельствами, особенно правдивыми, сильно не грузит. Когда она рада удовольствием, которое я от жизни получаю, независимо от того, насколько она сама куда вхожа. Друзья, повторяю, я описываю самое развязное представление, когда точно мне понятно, что меня любит. Но все-таки, давая еще больше волю своей размудренной фантазии, мне нужно, чтобы она, видя мои какие-то недостатки, в том числе прискорбные, которые мешают жизни и мешают нашей с ней жизни и ее жизни, мне нужно видеть, чтобы она не тыкала меня в них носом, а понимала бы, что это моя беда, а не вина, что я себе этого не выбирал. А как бы я сам этого запальчиво не комментировал? Если я лежу овощем у телевизора неделю за неделей, мне надо, чтобы она меня не укоряла, ну почему мы должны так жизнь мимо проживать? Все люди куда-то ходят, общаются, а мы такие. А понимать, что это я в какой-то остыне, я в какой-то опущенности. И ломать себе голову, как меня приподнять, как меня тонизировать. и если она слышит, как я безобразно, грубо разговариваю со своей матерью одной, или вообще с ней не общаюсь неделю, опять же мне нужно быть уверенным, что она меня за это не ругает, не скидывает в земле на брови, а понимает, что значит у меня нет ресурса, значит меня так достало, так истощило какая-то история отношений, которую вывожу эту историю. Это точно отношение ко мне с большим знаком плюсов, как его не называй. Любовь, дружба, родственность, любовь, взаимодействие это точно то чувство, в фокусе которого любовью я хотел бы оказаться. Если наоборот, если она говорит, куда это без меня, если она при встрече начинает выговариваться сплошным потоком, не спросив меня, не заглянув мне в глаза, не наведя на резкость, кстати мне это сейчас не кстати, я хочу я в уборную, хочу побыть один, хочу поесть. Если она говорит, что с ума сошла, как ты с родной матерью говоришь и так далее, и так далее, она может быть сколько угодно права во всех этих претензиях, но это отношение ко мне, к любому мне, большим знаком не вниз. Это не то чувство, героем которого любой человек хотел бы оказаться. Вот мы с вами видим, что в наших отношениях есть два этих легко отличимых начала, совсем разных, которые до сих пор к несчастью, буквально к несчастью, называются вот этим общим неряшливым туманным словом любовь. Если бы, друзья, я мог вас в какой-то огромной шапке недельки посадить рядом с собой в кабинете, где я понимаю, и вы послушали бы сотни и сотни жалоб людей на эту материю, какой он стал другой человек, как она изменилась, как он со мной не считается, как она может употреблять и так далее, вы бы увидели с такой же пронзительной простотой и наглядностью, что огромное большинство этих серьезных драм и дезориентированностей вытекает из чисто словарной неряшливости, из того, что мы не называем вещи своими простыми правильными вниманиями. Итак, речь идет о таких двух позициях. В одном случае мне, ну, допустим, как мужчине важно, чтобы ей было хорошо в наших отношениях, насколько это в моих руках, это чувство направленное на нее, направленное наружу, на партнера. И альтернативная ситуация, когда мне важно, чтобы мне было хорошо в наших отношениях, это человек, который, ну, обывательски говоря, тебя не подзял на себя. Эти два совершенно разных чувства, повторяю, нужно по-разному уже назвать. Как любая схема, это, конечно, условность, в реальной жизни всегда гораздо богаче и сложнее, и в реальной жизни в любой паре и в любом человеке есть оба этих начала. Разумеется, любой самый добрый, самый любящий человек все равно не свободен от нормального желания, чтобы его погладили. Да, самый, так сказать, красный, прекрасный человек, вот этот, разумеется, все равно нуждается в том, чтобы его любили, согревали и грели. И, ну, в рамках клинической нормы любой даже самоопущенный человек, который у нас условно обозначен синим смайликом, хотя бы мысленно иногда представляет себе, что он кого-то может погладить, о ком-то хоть чуть-чуть, но позаботиться. В реальной жизни в любом человеке и в любой паре выражены оба начала. Вопрос с пропорцией. Какое начало больше выражено? На отношении к кого, к кому? Вот это вот позиция, это чувство. Как по-вашему? Это очень похоже на родительскую любовь. И можно было бы это так и называть, но уж очень сбитая метафра. Давайте скажем аккуратнее, что это зрелое чувство взрослого человека. Это отношение взрослого, зрелого человека к объекту своей отече. И поэтому вот именно это чувство, это любовь, мы будем действительно называть любовью, зрелой любовью, зрелым чувством. А продолжая эту аналогию, вот это на чье чувство похоже, намерная потребность, именно закономерный ребенок, чтобы обо мне заботиться. Это ребенок при встрече с родительствами вечером, начинает сразу выговариваться и выбалтываться. И ребенку очень неестественно спросить, ну как ты там устал, хочешь есть? И это ребенок чувствует претензию, испытывает претензию, а не сочувствие к родительству, когда кто-то устал. И это ребенок прямо таки обижается нередко на родителя, когда он заболел. И поэтому это чувство действительно можно назвать инфантильным. Не оценочно, вот какой плохой инфантильный, а чисто содержательный, можно сказать, медицинский. Будет ли речь идти о каком-то зрелом, настоящем человеке, или инфантильном потребительстве. То, что мы эту потребность испытываем, еще раз, это совершенно нормально. В этом ничего плохого нет. Любительно для отношений не это чувство, а подмена. Когда, повторяю, простые вещи не называются своими настоящими именами. Когда человек говорит, я тебя так люблю, а ты мне даже позвонишь. Как по-вашему, друзья, с чем может быть связано развившееся одиночество? Не обязательно в любви актринской. Почему человек одинокурс? Однокурсники по-прежнему в общей тусовке, в компании созваниваются, общаются, а он одинок. В следствии чего это могло произойти? Он сам закрыт. Что это практически значит закрыт? Это метафора. Друзья, представьте себе, все-таки, вот этих двух разных людей, двух разных одноклассников. Как по-вашему, какая разная жизненная практика, разные поступки могли привести к этим двум разным состояниям? Один остался в компании, окружен друзьями, а у другого людей нет, он одинок. В следствии чего это могло бы произойти, как вы думаете? Вот, кажется, содержательный комментарий. Это отраженный свет. Одиночество – это всегда отраженный свет. Это бумеранг, который к нему вернулся. Он не вкладывается в отношения, он пытается эксплуатировать. Это ему не упрек. Таково его состояние. Но в этом история его неблагополучия. Когда ему кто-то звонит, он сразу начинает выговариваться, а не выспрашивать. И вот ему звонят все меньше. И если какая-то женщина услышит точное содержание этой так удивительно красивой арии, и правильно поймет все, что мы сейчас с вами поняли про этого человека, это не значит, что у нее не может с ним получить соотношение, они не могут быть хорошей парой. Очень даже могут. Но только если она понимает, что она на себя берет, подо что она подписывается. Если она понимает, что это совершенно дезориентированный человек, который не вкладывается в отношения, не вкладывается потому, что не может, у него источенный ресурс, и эта его опущенность почему-то ее трогает. Она вовсе не должна обязательно какую-то женщину трогать. И можно понять любую женщину, которая скажет, ну знаете, это не мужчина, я не хочу, что с ним не делаю. Ради Бога. Но если кто-то захочет иметь с ним дело, то только… Но этот мужчина является настоящим правильным выбором для той женщины, которую он в своей инфантильности почему-то трогает. Если, как мне кажется, женщины часто верят в то, что они смогут изменить мужчину и в виде инфантильности в мужчине, могут ее принять как вызов себе, что я-то вот научу его иначе проявлять себя в отношениях. Это, как мне кажется, часто движет первым импульсом к неудачным отношениям, потому что изменить это, конечно же, не получается. Вы знаете, очень важный комментарий, Алиса, спасибо. Вы знаете, сам по себе импульс совершенно правильный, только надо говорить о попытках не изменить, изменить человека действительно нельзя. Надо говорить о попытках человека восстановить, реабилитировать, придать ему тот изначальный потенциал, который в нем когда-то был, а потом оказался задавлен жизнью. Не получаются отношения не из-за этого стартового импульса, он очень благотворен, он как раз совершенно уверен, не получаются отношения, потому что женщина или мужчина, друзья, все эти рассуждения вполне симметричны, не так не умело это пытается делать. Она пытается это делать какими-то призывами, указаниями ему на его неправильность и комментариями как можно вместо этого правильно. Вот это точно не помогает. А что помогает, это мы будем создать. Настоящая подоплека отношений проявляется только в конфликте. По-настоящему понять вот эту разницу можно только в стрессе, только в ситуации противоречия интересов. «Пока мы оба в безмятежной мирной ситуации, пока мы оба на чудесном завтраке или на шопинге, или на кипре, или вместе смотрим фильм, или вместе ругаем политику, ничего нельзя сказать о настоящей подоплеке отношений. Она проявляется только в ситуации столкновения противоречия интересов». Вот тут сразу видно, кто чьи интересы предпочитает. Любовь с первого взгляда это в чистом виде. Вот та самая инфантинная детская любовь. Это совсем прямое ожидание, что мне наконец станет хорошо. Все наши с вами курортные романы, все вот эти страсти, которые вспыхивают после двух дней переписки в интернете, это чувство заведомо не направленное на него или на нее, потому что, повторюсь, той личности пока просто нет. А чувство уже очень сильное. Внутреннее моего состояния – это проявление той самой опущенности. И это то, что мы сами в прошлом цикле в том материале называли низким самопринятием. Вот этот самый дефицит ресурса, истощенность – это ощущение, что такое низкое самопринятие – это безотчетное фоновое ощущение, в котором человек отчеты сегодня не отдает, но в котором он живет 24 часа в сутки, что я – это что-то не то, что-то не совсем то. Я могу быть принят только условно. Только когда я дымал руки, выпил на ночь кефир и вовремя дым спать. Но пока все это не так, я подвижу заслуженному осуждению. Вот это мы сами называли низким самопринятием. И это главный диагноз всех наших проблемных партнеров любого укола. И вот, возвращаясь к тому разговору, когда мы говорили, что импульс правильный, а меры его реализации не всегда точны. Вот это мы сами должны иметь в виду, что в этом импульсе правильный будет импульс, если она понимает, что он не просто невнимательный и безучастный, а что это происходит в силу вот того самого дефицита ресурса. Мы можем сказать, что настоящие перспективные отношения вот такие, вырастают из дружбы. Они вырастают из дружбы, и они эту дружбу сохраняют в фундаменте отношений всю дорогу. И эта самая дружба есть, видимо, правильный и единственно прочный фундамент всех человеческих отношений. Любовных, родственных, деловых. Если этот фундамент есть, на нем могут быть разные настройки, разные вариации. Если этого фундамента нет, то это пустит.